Всем добрый день! Вот так у меня проходит, видите, на одном стуле всегда Чарли, на втором клиентка сидит, книжку читает. Все, ты узнала, что ли, то я про тебя рассказываю, да? Да, да! Вот, пришла сегодня на работу, а тут у меня вот оповещение, что приходил этот почтальон, и вот мне надо сегодня зайти и забрать. Наверное, патчи пришли, вы знаете, я их заказывала месяца три уже назад в Китае корейской. В общем, пипец, три месяца шли, я думала, они уже не пришли, но вина моя, вина не их, она моя, потому что я не посмотрела, когда они мне их привезут. А там доставка была 2 по 23 января, то есть надо было просто посмотреть, куда они мне их доставят. Ну, а я, знаете, не посмотрела, заказала. И вот они мне идут, патчи 3 месяца, да. Вот, сейчас я быстренько, ну, не быстренько поработаю и пойду на почту. Если, конечно, там народу немного, а если много, то не буду ждать. Забрала посылку, да, это патчи. Вот, но перед тем, как ее открыть, сначала мы покушаем чечевичный суп. Капусту даем, которую жарила на блинчики. Десерт у меня будет свежий сыр с айвовым мармеладом. Как вам такое меню? Мне даже очень. Так что всем приятного аппетита. Что-то я не пойму, снимала, снимала, по-моему, не снимала. В общем, открываю патчи. Вот, я каждый раз новые заказываю, поэтому они для меня каждый раз с сюрпризом. Итак. Что-то, знаете, селедкой запахло. Коробка селедкой пахнет. А что, а что селедкой пахнет, я не пойму. С икрой, что ли, я заказала патчи. Сим-сим, откройся. Ой, они прозрачные. А, нет, это какая-то тут еще плюночка. А, смотрите, прозрачные почти. Не, вкусно пахнет. Патчи не селедкой пахнут. Так что положу в холодильник и буду пользоваться. Так. Три месяца шли. Пипец. Дождалась. Делаю себе чай. Черный, английский. Вот, я в Меркадоне покупала. И он, знаете, там даже нарисовано, что он пьется с молоком. И это очень вкусно. И вообще, чай с молоком не очень-то, как бы, да. А здесь, вот, смотрите, видите, он как бы с молоком. И он действительно очень вкусный с молоком. А еще меня кто-то прям на подошву укусил. И так чешется не могу. А почесать не могу. Почему? Потому что щекотно. Я щекоток боюсь. И хожу, вот уже и колготки сняла. И хожу, как дурак. Вот так вот. А чешется не могу. Кто-то типа окнул. Как так возможно? Я вроде бы как везде в носках хожу. Везде все. Но кто-то типа окнул. Вообще пипец. Здесь на улице 22 градуса. Дома 17. Бывает такое? Бывает. На улице хоть погреться. Что-то у меня вот этот цветок дохнет. Не пойму, почему. Вялый. И воды налила, и все. Но что-то ему не хватает. И он подыхает. И вот этот подыхает. Я знаете, что нагрешу? На землю. Земля плохая. Потому что, ну почему? Хотя вот это вот ничего, нормально. Ну, тоже какой-то, видите, какой-то недоросток. Вообще не знаю. Блин, что же за чесотка такая? В общем, сейчас буду уже сумку собирать. Спортивную. И ехать на работу. Потому что я же сегодня пятница. Я же сегодня работаю после обид. Потом быстренько приезжаю домой. Беру сумку и в спортзал. Кстати, у меня нормально. Ноги, конечно, побаливают. Знаете, как будто вот я первый месяц. Хотя нет, вру не первый. Первый месяц болелось намного всего больше. Полотенцы здесь, которые для головы. Вот первый месяц болело намного больше. Но приседать больновато. Блин, больновато. А так нормально. Больше ничего только не болит. И вот кто-то меня типа окнул. В общем, вот такие у нас планы. Чай. А, чай я же его заварила. В голове моей. Блалавенье, бомба, малолетка, дура, дура. В общем, вот так, чтобы не забыть ничего. А дверь откроешь, сквозняк. Холодно тоже. В общем, не поймешь, погода. Но сегодня на улице очень-очень-очень тепло. Вообще намного теплее, чем вчера. Я сегодня, знаете, шарф надела на себя. Такая укуталась вся. Выхожу такая, не поняла. На улице тепло. Странно. Ладно, пойду сейчас чай попью. Сумку соберу. И в путь зарабатывать бабки. Короче, чай попить не удалось. Ой, позвонила клиентка и говорит, опять приду. Какой в пять? А нет, в четыре приду. Блин, что-то попало сюда. Я говорю, какой четыре? Время без десяти четыре. Говорю, меня дома не будет. Давай пол пятого. Поэтому вот собираюсь быстро и на работу. Как на праздник. Даже чай не взяла. Чай, баму? Поехали, чай. Блин, что-то мне попало сюда. Ну, пускай до вечера терпит. Вернее, я терплю. Нет, надо достать. Что-то колется. Что-то колется. Чай, бенга, баму. Кину теньгу темпу. Бенга, баму. Поехали, поехали. Поедем, красотка, кататься. Сувы. Бенга, Сувы. Сувы, Сувы, Сувы. Почему-то он не хочет на улице набирать. Сувы. Ай. Так спешила, что приехала на 15 минут раньше. Вот здесь вот мы. На лавочке посижу. На работе успею насидеться. Буду на улице сидеть. Да, море портится. Видимо. Вообще передают, что погода изменится. Поэтому, может быть, нас ждут дожди и похолодание. Хотя и так холодно. Но 10 градусов ночью это холодно. Днем, конечно, на 18 час ехал. 22, представляете, вообще. Вот сейчас я сяду и Чарли сядет. И будем сидеть. Нет бы гулял. Нет, он будет сидеть со мной. Как дудачок. Я уже закончила работать. Сейчас еду в порт. В общем, у нас там у родственников магазин есть. Мне муж заказал каустическую соду ему купить. Он сегодня в поездке. Поэтому купить ее не может. А ему какие-то детали он снимает. Или еще что-то там. В общем. У нас родственников магазин есть в порту. Где мы покупали игрушки. Все дела. И вот, говорит, туда ехай. Я говорю, да я в китайский заеду куплю. Нет, ты вот ехай к ним. Вот у них там дешевле. Или еще что. Мне совсем не по пути вообще-то. Ну, тут 2 минуты отвлетворили. Ответвление. В общем, вы поняли, да? Ну, все равно. Ну, ладно, заеду. Что теперь поделать? Ой, приходила клиентка, которая подружка. Которая, помните, у меня история была. Типа она думала, что у нее вши. Вот. И сейчас она тоже покрасилась. Я говорю, смотри, завтра ко мне не приходи и не говори, что у тебя вши. Вот. Мы с ней посмеялись, друженька. Она такая, нет, нет. Говорит, посмотри. Я говорю, нет у тебя никаких там вшей. Я говорю, а то завтра опять видео сниму, что у тебя вши. Она, кстати, это она видела, что я видео про нее сняла. Ну, посмеялась такая. Ну, с чувством юмора у нее все в порядке, конечно. С нервами менее порядок, но все-таки. Здесь вот такая вот улица портовая. Здесь вот много рыбаков живет. Все дела такие вот. Такой, как говорится, район. Ну, как бы рыбацкий, обычный. И вот там находится магазин. Сейчас быстренько куплю и поеду домой переодеваться и в спортзал. Машину тут отставлю. Так вот. И бегом-бегом. Природа. В общем, не оказалась у них в магазине каустической соды. Приехала в китайский. В китайский зайду. Тут рядом салькампу у нас китайский. Сколько же там птиц, а, друзья? Офигей, да? Не улетают. Ой, пошла. Времени нет, а я тут с птицами развлекаюсь. Я Чарли с собой взяла. Туда можно в китайский заходить с собаками. Взяла пакет. Потому что мне надо этой соды штук пять, он сказал. В общем, да. Пойдемте. В китайский пускаем. Спасибо. Спасибо. Смотрите, какое у нас небо розовое. Вернее, облака розовые. Облака. Белокрылые лошадки. Облака. Так вот. Все, я купила сосу. Как говорится. Все сделала. Поехала домой. Муж привез апельсин откуда-то. Кто-то ему дал апельсин. Две сумки, кстати. Два пакета вот таких. Но они, по-моему, знаете, для сока. Вот такие маленькие апельсинчики, они обычно для сока идут. Они такие сочные. Вот. И не мясистые. Поэтому их больше для сока. А вот, которые сестра давала. Вот. Сейчас я его для... А что, большой уже сожрелся, что ли? В общем, смотрите. Он намного больше. Ну, как намного. Это потому, что еще маленький. Видите, он больше. И он такой помесистый, скажем так. Вот, например, вот этот тоже. Видите, они отличаются. Так. И вот. Ну, хотя в апельсин он и в Африке апельсин. А еще сегодня, знаете, по телеку сейчас смотрела. Сегодня святой Антон. Праздник святого Антона. А в Испании святой Антон, он защитник животных. Вот. И мы как-то в каком-то году, в 2016, по-моему, даже, знаете, батюшка приходил с церкви. И святую воду, ну, как крестил, что ли, животных, если можно так сказать. Святую воду. Вот так к нему мы подходили. И он святой водой брызгал, в общем, животных. У меня тогда было... Если фотки найду, вам вставлю в конце видео. Почему это сказать, Лядки? Да, вот, вставлю в видео, как мы его, Чарли там, ему батюшка водой светил. И там у меня еще, я была с маленьким, с кем была там? С Миньеманом. Это собака ее сестры-дочери. И вот, да, их тоже двоих я водила. Ну, так, ну, знаете, мало ли. Хуже не будет. И вот, если бы я знала, то могла бы сегодня его тоже отвезти. Но я не думаю, что сегодня что-то было там на площади. Там делают на площади, не знаю. Но вот по телеку показывали, да, так вот освещали животных. Там, может, хоть с какими животными. Икры сводили, и попугаев. В общем, да, представляете. Я помню, тогда еще болела, грипп был. Но так как это было рядом с домом, мы тогда еще жили в старой квартире, то там буквально два шага на этой площади. И говорю, пойду, отведу их. Такое вот дело. Я уже съела хурму. А я не знаю, говорила вам, не говорила. Она оказалась не очень вкусной. Какая-то твердая. И такая, знаете, ну, в общем, никакая. Меркадоника добрала, она намного вкуснее была. А вот мандарины вкусные. И яблоки. Я одно яблоко вчера вот такое съела. Кстати, пахнуть начала. И оно оказалось вкусным. Сейчас еще мандаринку съем. И вот мой ужин. Курма и мандаринка. Так что вот такие у нас дела. Я, в принципе, за мандаринкой-то и пришла. С вами буду прощаться до завтра. Я так прям что-то сегодня устала. Работа. Потом еще спортзал. В общем. Чарли воды нету. Чарли воды нету. У нас на улице сильный ветер поднялся. Прям вообще сильный-сильный. Но не ледяной, не холодный. И поэтому... Что поэтому? Поэтому у меня белье наверху. Сейчас пойду, наверное, сниму. А то улетит нафиг. А с вами буду прощаться до завтра. Всего самого лучшего. Встретимся завтра. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»